всем привет дорогие друзья сегодня я хотела бы ответить на часто задаваемый вопрос о еде штатах очень многие пишут мне спрашивают меня о том правда ли что здесь какая-то пластмассовая еда что фрукты здесь не пахнут и овощи здесь стеклянные вот об этом обо всем я хочу поговорить с вами в этом видео поэтому если вам интересно то оставайтесь со мной сразу хочу сказать что это все ерунда это все ложь это все неправда полная неправда хочу рассказать вам сначала о том какие овощи и фрукты мы при привыкли есть в россии в россии очень много овощей и фруктов фруктов мы выращиваем сами на огородах и очень редко что мы покупаем в магазинах и от этого у нас складывается такой вкус вот этих вот овощей и фруктов очень натуральный если помидоры то помидоры там пахнут просто нереально как вкусно если это яблоки то ты вот так вот вот так вот не за издалека ты его вот подходишь к яблони и ты чувствуешь аромат этих яблок если я не знаю ты идешь по клубничному полю то ты обалдеваешь от запаха клубники она настолько душистая что и когда многие русские люди переезжают штаты они приходят в магазин почему-то в магазине не знаю почему и пытаются найти там овощи и фрукты с бабушкиного огорода покупают там это помидорку злосчастную бедную огурчик начинают их есть понимаешь что это полная хрень когда я жила в москве я была студенткой и у меня не было такой возможности постоянно ездить домой очень долгая дорога это если везти какие-то овощи и фрукты то они помнутся они испортятся мне этой возможности особо не было и как бы особо то я их и не ела никогда если только приезжала в гости домой то я конечно же их наедалась там на собой я очень редко когда брала их и когда мне очень сильно хотелось кого-нибудь салата я шла например ваша да я знаю что то ужасный магазин и все такое но да это то же самое как здесь пойти в супермаркет это вот наш местный супермаркет в москве ашан покупала там эту помидорину злосчастную огурчик там какие-то там айсберг салат не знаю что там еще добавляют салатом редиску и когда приходила в общежитие тоже все это резала делала салат и я конечно же не чувствовал этого вкуса знаете деревенских таких наших огородных помидор огурцов это были овощи такого же качества как вот здесь вы можете найти в обычном супермаркете они никакие да они не пахнут они вообще не не сочные они какие-то жесткие если например помидоры я знаю что очень много их везут вообще за рубежа то есть их обрабатывают очень сильно их срывают недозревшими чтобы они зрели в пути чтобы они не размякли это логично это нормально вот и когда здесь люди ругаются говорят что здесь просто ужасные овощи и фрукты я хочу дать вам один совет не рассказывать его никому только ни в коем случае да это тайна классные овощи и фрукты дорогие друзья можно найти на фермерских рынках до либо в магазине который имеет своем названии частичку кооп то есть это грубо говоря кооператив когда фермеры кооперируются и продают свою продукцию в супермаркете но не в простом супермаркете а в супермаркете вот этом коопе то есть там продается в основном продукция только натуральная и только от фермеров поэтому если вам захотелось помидорчика который прям будет пахнуть офигенно огурчика который будет хрустеть на зубах идите в кооп либо на фермерский рынок фермерские рынки здесь называется farmers market они есть в каждом городе в каждом пригороде там их куча их очень много в одном только сиэтле в пригороде я не знаю наверное рынков 20 наверно если не больше в прямо в центре сиэтла есть bike place market там конечно он более такой коммерциализированный то есть он такой для туристов в основном и там могут быть и обычные фрукты и овощи но в целом как бы неплохой рынок там тоже может что-то найти если же если вы хотите питаться натурально и правильно то вам придется до выложить немного большую сумму чем на обычные овощи и фрукты но там не будет ни пестицидов вы будете знать что их ничем не обрабатывать для того чтобы они приехали к вам сюда в таком прекрасном виде и зачастую до таких магазинах вы можете увидеть яблочки знаете которых поели червячки яблочки которые там с пятнышком с каким-то то есть наши обычные деревенские овощи и фрукты которые да которые портятся да которые бьются но вкус у которых просто замечательный и незабываемый поэтому если вы хотите ощутить вкус родины здесь в америке то идите на фармерс-маркет либо магазины с кооп в названии надеюсь что я не открыла для вас сейчас америку что вы это знали но просто никогда не заходили в такие магазины или ездили на эти фармерс-маркеты я очень советую вам туда съездить а уж какие там куриные яйца это просто ты разбиваешь яйцо ты видишь оранжевый желток те кто жил в деревне они меня поймут насколько это круто насколько это яйцо будет отличаться по вкусу от яйца там за 99 центов за упаковку да но я наверное как-нибудь запишу большое видео по поводу еды конечно боюсь что меня убьют потом в комментариях из-за того что я там наговорю в общем да но я когда-нибудь сниму это видео если вам это будет интересно о том как правильно и главное питательно питаться питательно питаться масло масляная маша окей как правильно до питаться здесь штатах как не растолстеть на гамбургерах да и что в принципе я ем для того чтобы выглядеть стройной и хорошо себя чувствовать тот пишите плюсик в комментариях вот я тогда запишу такое видео если будет много запросов потому что просто так его снимать не знаю стремаюсь всем вам желаю хорошего настроения отличных весенних летних дней не знаю когда вы смотрите это видео может у вас вообще зима сейчас через полгода будет вот но неважно я передаю вам свой позитив и свое отличное настроение вот вам сюда прямо в камеру всех вас целую и всем до новых встреч пока 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 а